МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, дорогие телезрители! В студии Анастасия Ивахненко. Понедельник – день легкий, если в это сильно верить и стараться. По крайней мере, есть такое выражение. Счастье, как и страдание – это собственный выбор. Поэтому советуем вам всегда выбирать счастье, быть позитивнее, радостнее и верить в чудо. И только тогда мир станет ярче и наполнится светом. Хотя кому как повезет, возможно, будет что-то большее. Об этом вам может подсказать гороскоп далее в нашей рубрике. Овны, Вселенная никогда не дает нам ничего, с чем мы не готовы справиться. Открывается окно возможностей, и вы готовы к этим большим переменам, готовы к трансформации. Тельцы, то, что движет вами, призывает довериться велению сердца. Никогда не поздно сделать то, что вы всегда хотели сделать, и создать то, что вы всегда хотели создать. Близнецы, любовь не должна быть хаотичной и тоскливой. Купидон напомнит вам об этом выходные. Наслаждайтесь страстью и помните, что заслуживаете любви. Раки, стремление к тому, чего вы хотите, не обязательно должно быть похоже на войну. Для достижения цели не обязательно идти против течения. Путь наименьшего сопротивления освободит вас во многих направлениях. Львы, если вы чувствуете себя пленником той жизни, которую создали для себя, не спешите сопротивляться дискомфорту, а подружитесь с ним. Прислушивайтесь к себе, скорее всего, пришло время двигаться и расти. Девы, вам предоставляется шанс изменить ваши отношения с помощью внутренних изменений. Отнеситесь к ветру перемен как к нежному любящему спутнику, а не как к буре. Весы, наступило время безумной любви к себе, когда вы можете смело проявить себя. Сегодня только хорошие вещи будут встречаться на вашем пути, и вы будете двигаться к своей цели. Скорпионы, время работает в вашу пользу, и все, что вам нужно, найдет свое место в вашей жизни, именно в тот момент, когда это должно произойти. Сделайте шаг назад и позвольте чудесам произойти. Стрельцы вас любят, вас защищают и о вас заботятся. Это то, что вы знаете и понимаете. Любовь, красота, гармония и спокойствие будут важными темами для вас в ближайшее время. Козероги, вы можете обнаружить, что сделаете следующий шаг с кем-то, с кем знакомы уже долгое время. Приглядитесь к человеку, с которым вы близки уже долгое время, но он оставался где-то на вашей орбите. Может быть, и вам стоит сделать шаг навстречу. Водолеи, не стоит беспокоиться о том, что дела складываются не в вашу пользу. И думать о своей следующей зарплате. Вы пришли в мир, чтобы жить, любить и смеяться. Помните о бесконечных возможностях. Рыбы, что-то у вас давно не получается, и вы это знаете. Вместо того, чтобы пытаться измерять свои чувства, примите все как есть и начните диалог с другими. 6 ноября за окном, а погода все еще у нас радует солнцем. Ну не прекрасно ли для понедельника? Что еще нас сегодня может порадовать также? Хотя мы знаем. Акции и предложения от K7 Group. Напоминаем, в данный момент K7 Group возводит жилой комплекс Алия. Это комплекс из пятиэтажных зданий комфорт-класса, который расположится в динамично развивающемся районе города Актубе. На пересечении Южной объездной трассы и проспект Алии Молдогуловой. Вернемся к выгодным предложениям от K7 Group. Знаете ли вы, что годами копить на квартиру уже не нужно? Сейчас ее можно приобрести с первоначальным взносом всего 30%. Обо всех других условиях покупки новой квартиры узнать очень просто, позвонив по трехзначному номеру 700. Именно сейчас можно совершать выгодное вложение в свое будущее, так как мы все знаем, что недвижимость – это лучшие инвестиции. Если для вас актуальна эта информация, и вы давно мечтаете приобрести себе недвижимость, выгодно вложить в свои денежные накопления и не ошибиться при выборе той самой квартиры, то вам точно стоит обратиться в K7 Group. Напоминаем, офис компании расположен по улице Газизы Жубановой, 13D, телефон для справок 8747 207 0404. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаете ли вы, что первое в мире по популярности место среди всех домашних животных делят между собой кошки и собаки? Но даже несмотря на это, собак и кошек на улицах города не меньше, а все потому, что люди не всегда добросовестно к ним относятся. Именно поэтому сегодня во всем мире по инициативе ряда зоозащитных организаций был учрежден неофициальный праздник, а точнее День памяти. Он получил название Международный день памяти животных, погибших от рук человека. Международный день памяти животных, погибших от рук человека – это призыв не только помнить, но и переосмыслить свою деятельность и отношение к окружающему миру, не допуская гибели и страданий животных. О других праздниках на сегодня в нашей следующей рубрике. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ноябре 2001 года Генеральная ассамблея ООН объявила, что ежегодно 6 ноября отмечается Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Принимая это решение, ООН учитывала, что ущерб, причиняемый окружающей среде во время вооруженных конфликтов, приводит к ухудшению состояния экосистемы, природных ресурсов на длительный период после прекращения конфликтов и часто затрагивает не только одно государство и не одно нынешнее поколение. Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН с целью привлечения внимания к экологическим последствиям войны и важному значению отказа как от эксплуатации, так и бессмысленного причинения ущерба экосистемам в стремлении достичь военных целей. Также 6 ноября по инициативе ряда зоозащитных организаций был учрежден неофициальный праздник, а точнее День памяти. Он получил название Международный день памяти животных, погибших от рук человека. Представители природоохранных организаций, фондов защиты животных призывают вспомнить всех братьев наших меньших, которые стали жертвой человеческой неосторожности. Международный день памяти животных, погибших от рук человека – это призыв не только помнить, но и переосмыслить свою деятельность и отношение к окружающему миру, не допуская гибели и страданий живых существ, так же, как и человек, являющихся частью этого мира. 6 ноября свой день рождения праздновали такие известные люди, как Джеймс Нейсмит, канадско-американский преподаватель, тренер, новатор, наиболее известный как создатель баскетбола. Родился он в 1861 году. Нейсмит работал преподавателем физического воспитания Спрингфилдской международной тренировочной школы в Соединенных Штатах Америки. В поисках увеличения физических нагрузок студентов, в зимнее время он придумал новую игру с мячом в зале. После переезда в США он написал книгу «Правил игры в баскетбол» и основал баскетбольную программу Канзасского университета. В числе непосредственных предшественников баскетбола нередко называют распространенную в XIX веке в некоторых странах детскую игру «Утка на скале», с которой был хорошо знаком Джеймс Нейсмит. Подбрасывая небольшой камень, играющий должен был поразить им вершину другого, более крупного по размеру камня. По утверждению биографов Нейсмита, именно в момент игры в «Утку на скале» в голове юного Джеймса зародилась в общих чертах концепция баскетбола. Игра окончательно созрела, когда доктор Нейсмит стал преподавать анатомию и физкультуру в Международном тренировочном колледже молодежи в городке Спрингфилд. Хорошую жилплощадь по выгодным ценам найти не так просто, но мы-то знаем, куда стоит обращаться. Также мы знаем, где можно найти хорошего бухгалтера. В наши дни это такая же необходимость, как и крыша над головой, ведь один грамотный специалист возьмет на себя множество важных задач, которые уберегут вас от нежелательных проблем с финансами. А когда это целая команда от специалистов по цене одного бухгалтера, это в разы надежнее. И поможет вам профсервис. Связаться с ними очень легко по номеру телефона 8 771 858 99 23 или обратившись в офис по адресу Батес 2, дом 5D, офис 4. Как говорит статистика, осенью просыпается не только плохая погода и дожди, но и вирусы инфекции. Уберечь вас от вирусов и инфекций поможет правильное здоровое питание. Для этого необходимо включить в употребление все необходимые макро и микроэлементы, которые в полной мере удовлетворят потребности организма. Все это есть в свежих фруктах и овощах, которые можно найти на полках сети супермаркетов Анвар. Там всегда только свежая продукция и выгодные цены. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 А мы продолжаем наш эфир и уже с гостем. Сегодня у нас в гостях врач-инфекционист Жаксыбай Зарина Ахатовна. Здравствуйте, Зарина. Расскажите, пожалуйста, о ситуации на сегодняшний день в стране, в городе в том числе. Каких болезней и инфекции стоит бояться? Здравствуйте. Я врач-инфекционист. И в нашей стране сейчас происходит, в частности, именно сейчас в Октябрьске происходит рост заболевания корью. Корь – это высококонтагиозное, опасное инфекционное заболевание, которое протекает очень тяжело, передается воздушно-капельным путем и чаще всего болеют дети. Насколько я знаю, если, к примеру, в одной комнате около 50 человек не привиты, не вакцинированы, и один из них болеет корью, то заразятся полностью все. Правильно? Да. Как я уже отмечала, слово «высококонтагиозное» означает, что передается оно 100%. То есть воздушно-капельным путем вы даже можете сидеть в этом помещении, если у вас вентиляция, скажем так, происходит контакт, вы в другом помещении, и получается 100% заражение. Когда был зафиксирован первый случай кори именно в Актюбинской области? В феврале 2023 года у нас был случай первый в Актюбе, когда прилетела девочка с Турции на самолете, у нее уже был период пигментации. С тех пор мы ввели эпиднадзор, то есть осведомляли каждой поликлинике, что может быть вспышка кори. Было это ожидаемо. Правда ли, что ранее коря считалась только детской болезнью, а на сегодняшний день ей уже могут болеть и взрослые люди? Корь считается детской болезнью из-за того, что дети чаще восприимчивы к этой инфекции за счет того, что у них не совсем до конца сформированный иммунитет. Взрослые болеют реже, но тем не менее бывают случаи, когда взрослые заболевают, и очень тяжело. Можно получить иммунитет, если переболел в детстве, например, или это не влияет, только нужна вакцина? Да, хочу отметить, что корь является вакциноуправляемой инфекцией. То есть она, если у нас сформирован коллективный иммунитет, то, возможно, мы можем ее победить, как победили оспу, например. Какой источник заражения у этой инфекции? Только человек, который болеет, или еще какие-то есть другие? Да, корь – это антропонозная инфекция. Ею болеют только люди и передается воздушно-капельным путем. Единственное, что больной человек, он заражает только два дня, там, спустя последние два дня инкубационного периода, и на пятый день, до пятого дня с началом высыпаний. Это означает, что за весь промежуток 9-10 дней он может быть заразным, остальные моменты он не заразен. Если уж случилось такое, что человек заболел, что ему нужно делать, какие действия предпринять, чтобы легче победить болезнь? Ну, конечно, мы направлены наши все усилия, чтобы человек не заболел корью. Это достаточно тяжелое инфекционное заболевание. Раз так уж случилось, нужно обратиться к службе первичной медико-санитарной помощи, в поликлинике, уведомить врача участкового. Ну, если это средняя, да, легкая корь. А если это тяжелая степень, тогда можно вызвать бригаду скорой медицинской помощи и обратиться в стационар. А как понять, что ты болеешь именно корью? Как отличить от других вирусов, от обычных ОРВИ, например, или ковида всем известного? Какие симптомы у кори? Знаете, я скажу так, у кори есть такая особенность, что вначале она протекает почти как любая ОРВИ. То есть даже опытный врач, он может, скажем так, не поставить вам сразу диагноз. Ошибиться. Да. Это даже не ошибка, скорее всего, просто начальный период. Он протекает как любая грипп, инфекция, да, там, вирусная ОРВИ, аденовирус и так далее. Но уже к моменту распространения, да, когда появляется уже сыпь, которая характерна для кори, специфические симптомы, стоматит, да, у нас есть такой симптом, называется бельского филатова коплика, когда на щеке, на десне у нас образуются авты, да, то есть пятна белые. И это является клиническим диагнозом кори. Как остановить распространение этой инфекции? Сейчас у нас вышло постановление с 1 ноября, которое войдет в силу 6 ноября. Мы будем вакцинировать детей с 6-ти месячного возраста в связи с эпидситуацией в городе, вообще в стране, до 5 лет. И, конечно же, изоляция, наверное, вот, скорее всего. Просто вот где массовое скопление людей, там и больше инфекций. Может ли отказ от вакцины ухудшить ситуацию с инфекциями? Определенно, да. И в этом определенно сыграла роль наша пандемия коронавирусной инфекции за счет того, что был введен режим, да, изоляции, вообще локдаун. Поэтому многие не получили плановые прививки, и отсюда вытекают последствия. Получается, она бы наслоилась, да, получилась бы миксная инфекция. Поэтому это как вот последствия после пандемии. Она ничего не проходит бесследно. И хочется сказать, что сама вакцина, вот, против кори, она идет в комбинации, там, КПК, да, корь, паратит, краснуха, которую все должны получить. И она является очень безопасной, сертифицированной, рекомендуемой ВОЗ. За последнее время, на самом деле, очень большое количество родителей отказываются делать вакцины своим детям. Что делать в таких ситуациях? Как донести людям, что это безопасно? В Африке, например, да, и в Восточной Азии корь также очень сильно растет, развивается, но за счет того, что у них не хватает средств. То есть нету вакцин и нету развитой медицинской инфраструктуры. В нашей же стране и в развитых, развивающих странах это предрассудки, то есть это социум. Все-таки коллективный иммунитет, популяционный иммунитет – это вещь очень такая сильная, мощная, и любая инфекция не может распространяться, когда у каждого члена нашего социума есть иммунитет. Хотя бы, скажем так, вакцины, управляемые инфекциям, которые можно победить. То есть, допустим, в 20 веке мы уже ОСПУ победили, потому что было финансирование, да, было массовые вакцинации. И получается, вскоре у нас вакцину изобрели в 1963 году, и она себя очень хорошо показала. Она эффективна и безопасна. Самый главный, да, там осложнений вообще практически не бывает. Поэтому предрассудки, еще раз предрассудки. Получается, что сейчас в городе вспышка, в стране вспышка, так скажем, кори. Может ли это быть итогом, так скажем, того, что люди не вакцинировались в свое время от кори, детей, себя и так далее? Да, у нас в обществе образовалась иммунная прослойка невакцинированных людей, у которых нет именно специфического иммунитета. То есть, или даже они получали, может быть, вакцину, но в одной дозе. Важно получить две дозы. Это гарантированно у нас, скажем, стандарт по ВОЗ идет. Но некоторые родители нам говорят, мы получили вакцину, все равно заболели. Получается, они получили или очень поздно, когда уже заразились. Вирус был в организме. Или же это была, скажем, одна доза, которой не хватило, чтобы вызвать иммунный ответ и сформировать антитела против кори. Потому что у нас после вакцины формируются антитела через две недели. Эти две недели человек должен пережить самостоятельно. Есть ли у этой инфекции, точнее у заболевания, осложнения? На самом деле, говорят же, не стоит бояться инфекции, стоит бояться осложнений от всех инфекций, в том числе ОРВИ и так далее. Да, сейчас я это наглядно вижу. При распространении кори мы боимся не самой инфекции, она вирусные заболевания протекает, как ОРВИ, но чревата с такими последствиями, как пневмония, особенно детям. Очень быстро у них дыхательные пути, анатомические, скажем так, очень короткие. У них любые процессы протекают намного быстрее, чем у взрослых. страдает также нервная система, это энцефалиты могут развиться на фоне кори, минигиты. Также чревата осложнениями местными, отиты, слепота, конъюнктивиты, вот, и, скажем так, общее, да? То есть если это все вовремя не лечить, возможен переход в хроническую форму, что в дальнейшем осложнит любые ОРВИ, правильно я понимаю? Да, миокардит, то есть она может перейти в более серьезные заболевания. Спасибо большое, Зарина Ахатовна. Дорогие телезрители, напоминаю, что сегодня в гостях у нас был врач-инфекционист Жак Сыбай Зарина Ахатовна. Не переключайтесь. Дорогие телезрители, Далее в эфире поговорим о налогах на ближайший 2024 год. Что нас ждет, расскажет наш сегодняшний гость Куанышева Айгеры Маликовна, главный бухгалтер, профсервис. Здравствуйте. Здравствуйте. Что нас ждет в 2004 году? Расскажите подробнее о налогообложении на будущее, ближайшее. Да, сейчас все, почти все говорят, всеобщее декларирование обсуждается. Обсуждается, да, в сети, также в онлайн-платформах, в инстаграме, в газете и в других различных информациях, что нас ждет всеобщее декларирование. Что это? Вообще, это, да, этот закон приняли с 1 января 2021 года. Закон о сдаче декларации 250-я форма, это форма об активах и обязательств физического лица, его ввели на 4 этапа. Получается, первый этап, с 1 января 2021 года этот налоговый отчет сдавали госслужащие государственного сектора. Второй этап декларирования, это начнется с 1 января, уже началось 23-го года, это тоже работники государственных сфер, это, получается, врачи, педагоги, одним словом, это работники, которые получают зарплату с бюджета. И квазгидросектор, это что означает? Это, получается, акционерное общество, лотошки и пэшки, где одним из учредителей является наше государство. Если у них есть акции государственные, значит, эти работники, они должны были до 15 февраля, сентября, извиняюсь, должны были сдать эту форму. Что в нем отражается? В этих налоговых формах отражается все, что имеется у физического лица. Это деньги на сберегательных счетах, деньги на сберегательных счетах вне государства, за рубежом, имущество, земля, если есть за рубежом. Все наличные деньги, которые у вас имеются, все эти данные должны правомерно и указаться в данной форме, потому что это все будет сверяться с банковскими выписками данных лиц. Третий этап, третий этап декларирования, оно начнется с 1 января 2024 года. Туда ходят, получается, все индивидуальные предприниматели, а также юридические лица, тоожки, крестьянские хозяйства, а также их супруги. Они должны будут сдать данную отчетность тоже до 15 сентября в электронном виде, либо бумажный носитель до 15 июля. Четвертый этап, это уже конечный этап, это, получается, все физические лица, простые люди, в 2025 году сдают эту форму. Каким образом необходимо сдавать данную отчетность? Необходимо ехать налоговую или какие-то другие есть способы? Нет, данную отчетность не надо ехать налоговую. Сейчас у всех физических лиц есть, получается, онлайн-ключи, ЭЦП-ключи, так называемые. Они этими ключами в кабинете САЛАКИЗ сдают эту отчетность. А также есть интернет-банкинги, банкинги от банка второго уровня, например, Каспийбанк, Народный банк, там тоже в мобильном приложении данная отчетность сдается. Главное – успеть в срок и указать правомерные данные, потому что скрытие доходов от государства тоже облагается штрафом. И штрафы там немалые. А что делать всем известным блогерам? Совсем недавно видела у вас пост на страничке в Инстаграм, что они тоже будут обязаны платить налоги. Расскажите подробнее про это. В Казахстане появился закон об онлайн-платформе и об онлайн-рекламе, и официально закрепили статус блогера. Теперь блогер, либо какое-нибудь физическое лицо на онлайн-платформах для неопределенных круг лиц размещает рекламу либо инфопродукт, он должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Кто регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя? Если твой доход превышает свыше 12 МЗП, это означает где-то 840 тысяч сейчас в 2023 году, то вы обязаны зарегистрироваться как ИПшка. Получается, как налоговики определяют блогерство. Например, есть сайт Инстаграм, есть многие блогеры, они размещают рекламу либо свой инфоурок и говорят, один урок стоит 10 тысяч тенге. И также размещается реклама вот уже зарегистрированы 100 человек. 10 умножается на 100, уже миллион. Получается, этот физлицов уже заработал миллион, а это выше 12 МЗП. Значит, ты обязан зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и платить налоги. Не всегда же можно это проверить. Вдруг это просто инфоповод. Написали 100 человек, а на самом деле нету этих 100 человек. Данная информация уже есть же в этом платформе, что уже зарегистрировали 100 человек, типа ждем еще. сейчас получается вот как закон о блогинге приняли, сейчас же появился новый термин «инфлюенсер-блогер». Налоговики возьмутся за это дело, будут всех мониторить. и советую всем блогерам, а также кто активно ведет инстаграм и другие платформы, не лениться зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и дальше вести свой блог. Как говорится, платишь налоги, спи спокойно. Спасибо большое. Также, раз уж тема зашла про инстаграм, видела пост еще у вас на странице про то, что в будущем 2024 году изменится минимальная заработная плата. Да. В этом году если минимальная заработная плата составляет 70 тысяч тенге, то со следующего года минимальная зарплата будет 85 тысяч тенге. А также изменится МРП. Если в этом году 3,450, то со следующего года 3,692. Это получается месячный расчетный показатель. Вот такие вот изменения ожидают нас. Спасибо большое, Гера Маликовна, дорогие телезрители. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас был главный бухгалтер профсервис Куаныш. Айгер Маликовна. Не переключайтесь. Завершаем наши фирмы. Также полезная информация от наших партнеров Nordglas Octobie. Самый крупный склад автостекла. В компании Nordglas вы можете приобрести автомобильные стекла от ведущих мировых производителей лобовые, боковые, дверные, кузовные и задние самые выгодные цены. Принимается оплата Каспи Ред. Вас ждут по адресу проспект 312 стрелковой дивизии 24А или ярмарка Автолад вход номер 3 второй этаж бутик 408. До скорых встреч! Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Субтитры предоставил DimaTorzok